Украинская столица 17.00 в эфире выпуск новостей и о главных событиях к этому часу. Пограничные корабли ФСБ России в Азовском море провоцировали украинские суда на открытие огня. Об этом сообщил постоянный представитель президента Украины в Автономной республике Крым Борис Бабин. Что касается событий в Керченском проливе, то, что можно говорить уже сейчас. Россияне не просто протаранили буксир военно-морских сил, что привело к частичной потере управляемости, но и заблокировали все корабли-группы с тем, чтобы они не могли предоставить помощь буксиру. Корабли РФ всячески провоцировали суда ВМС на открытие огня. Сегодня ранним утром во время перехода буксира и двух малых бронированных катеров из Одессы в Мариуполь российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский рейдовый буксир «Яны Капу». Корабли военно-морского флота Украины, против которых российские военные совершили агрессивные действия, уже несколько часов ждут прохода через Керченский пролив. Больше расскажет Артем Хоменко. Украинский буксир «Яны Капу» и два бронированных катера «Бердянский Никополь» вышли из Одессы в Мариуполь. В районе Крымского полуострова их встретили корабли береговой охраны РФ. После нескольких агрессивных маневров противолодочный корабль «Дон» протаранил украинский буксир. О намерении осуществлять переход заранее были проинформированы в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства. Однако пограничные катера типа «Соболь», «Дон», катера типа «Мангуст», «Суздалец» осуществили откровенно агрессивные действия против кораблей военно-морских сил Украины. В результате атаки поврежден главный двигатель буксира «Яни Капу» – обшивка и леерное ограждение, а спасательный плод потерян. Экипаж кораблей не пострадал, сообщили в Минобороны. Когда украинские суда подошли к Керченскому проливу, россияне его заблокировали. По официальной версии российских властей на мель сел танкер. Однако эту информацию международная система контроля судоходства не подтверждает, заявили в Министерстве обороны Украины. Тем временем оккупационные СМИ Крыма уже опубликовали видео, как к перекрытому Керченскому мосту Россия стягивает авиацию. Зафиксирован заход двух ударных вертолетов Российской Федерации на боевой курс с захватом на сопровождение бортовыми системами управления оружием катеров военно-морских сил Вооруженных сил Украины. По информации военного эксперта Михаила Журохова, Россия готовилась к обострению ситуации на Азовском море. На протяжении последних двух недель Россия массово собирала огромную группировку кораблей именно в Азовском море, усиливала ее за счет переброски по внутренним речным коммуникациям с северного направления, ну то есть везде, откуда только можно. С Каспии несколько кораблей пришли. Действия России перешли черту и грозят безопасности всех стран, заявили в Министерстве иностранных дел Украины и требуют четкой реакции международного сообщества. Нынешняя агрессия России в море грозит Кремлю новыми санкциями, считают военные эксперты. А у Украины теперь больше оснований получить поддержку от стран-партнеров. Это может быть основанием для увеличения помощи военно-морским силам и имуществам и плавсредствами. То есть, возможно, после этого Украина обратится к США с предложением ускорить передачу айлендов не к концу 2019-го, а на начало лета, например. Или о дополнительной необходимости получить еще два или четыре подобных катера. Или к другим странам ЕС с просьбой хотя бы продать использованные корабли или катера. 19-92, я слива 19. Провокации против украинского флота в районе Керченского пролива Россия устраивает не впервые. Так, 23 сентября при прохождении судов «Донбасс» и «Корец» по пути в морскую базу в Бердянске, российские военные корабли и самолеты опасно маневрировали возле украинских судов. А один из разведкораблей РФ подошел на опасное расстояние к Донбассу. Но в тот раз украинским катерам удалось благополучно добраться до украинских портов в Азовском море. Артем Хоменко и Евгений Сакун, UATV. «Эскалация в Азовском море – это серьезно и требует больше вашего внимания». Так прокомментировала ситуацию в Азовском море депутат Европарламента от Германии Ребекка Хармс. Свой твит она адресовала верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерике Магирине, министрам иностранных дел Германии, Литвы и Швеции, а также спецпредставителю Госдепартамента США по вопросам Украины Курту Волкером. Пять раз с начала суток российско-оккупационные войска открывали огонь по позициям украинских военнослужащих, в том числе и с запрещенного Минскими соглашениями тяжелого оружия. Как рассказали в Министерстве обороны, подразделения объединенных сил дважды были вынуждены открывать ответный огонь. Потерь в рядах защитников Украины с начала суток не зафиксирована. После девяти часов утра враг выпустил три мины 120-го калибра в сторону украинских военнослужащих вблизи Троицкого. Здесь российско-оккупационные войска также вели огонь из гранатомётов и крупнокалиберных пулемётов. Разрывы девяти мин калибра 82 мм в это же время зафиксированы нашими военными в районе населённого пункта Малиновая. На Донецком направлении со стороны оккупированной Ужавки враг выпустил две мины 82-го калибра и по опорным пунктам вблизи Водянова. Соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза одобрили все остающиеся в ЕС государства. Об этом заявил глава Евросовета Дональд Туск после переговоров лидеров 27 стран ЕС в Брюсселе. Обсуждение длилось менее часа. Лондон в нём участия не принимал, с британским премьер-министром Терезой Мэй главы ЕС встретились отдельно. Теперь соглашения должны одобрить Европарламент и парламенты всех государств-членов ЕС. Дональд Туск заявил, после Брекзита ЕС и Великобритания останутся друзьями. В этом соглашении максимум, которого мы могли достичь. Мы – это Тереза Мэй и её правительство, а также Европейский союз. Но хочу подчеркнуть, сегодня нет победителей. Мы все проигравшие. Но в контексте Брекзита это приемлемо. 130 человек задержали на акциях протестов во Франции. В них приняли участие свыше 100 тысяч протестующих. Самые массовые акции в Париже на Елисейских полях. Там для разгона демонстрантов полиция применила водометы и слезоточивый газ. Детали в сюжете Вадима Гринько. Это центральная улица Парижа, Елисейские поля. Уже вторые выходные подряд здесь, как и почти во всей Франции, не утихают акции протестов. Участники возводят баррикады, кидают камни в полицейских. Правоохранители несколько раз применяли водометы и слезоточивый газ. Наше правительство не хочет выходить на контакт со своими гражданами и решать вопросы с помощью диалога. Они живут в своем микромире и не понимают страданий людей. Я один из тех, кто пришел сюда сказать, что действительно думаю. Я сделал это из-за солидарности со своими гражданами. Участники протестов требуют снижения налога на бензин и дизельное топливо или отставки президента страны Эммануэля Макрона. За последний год стоимость дизельного топлива во Франции выросла на 23%. И теперь стоит полтора евро за литр. Это цена рекордная с начала 2000-х. Повышение связано в том числе с увеличением налогов правительством Макрона. В начале 2019-го налоговые ставки поднимут снова. По данным властей, рост цен будет стимулировать разработку экологически чистого топлива и возобновляемой энергетики. «Мы понимаем, что цены на топливо сейчас и правда высокие, но это путь, который мы выбрали и взяли на себя ответственность придерживаться его. Это позволит нам отказаться от углерода и снизить зависимость страны от нефти». Макрона судил действия участников беспорядков, при этом поблагодарил правоохранителей за профессионализм. «Спасибо нашим правоохранительным органам за их мужество и профессионализм. Позор тем, кто напал на них. Позор тем, кто причинил вред другим гражданам и журналистам. Позор тем, кто угрожал выборным чиновникам. Такому насилию не место в республике». Министр внутренних дел Франции возложил ответственность за беспорядки на лидера ультраправого национального объединения Марин Ле Пен. «Эскалация протестов в Париже происходит из-за Марин Ле Пен, которая призвала демонстрантов выйти на Елисейские поля. Это сделали тысячи человек. Там они строят баррикады и вступают в столкновение с полицией. Правоохранители делают всё, чтобы избежать любых жертв». По данным МВД, Франции в акциях протестов по всей стране на этих выходных приняли участие более 100 тысяч человек. Это значительно меньше, чем неделю назад, когда на улице вышли почти 300 тысяч человек. Вадим Гринько, UATV. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова